Музыка Попроводил Федотов Он тоже в возрасте У него 11 стертых дисков, как у Докер От нагрузки Поэтому он не очень себя чувствует Он, конечно, большой специалист Ну а так людей, вот сейчас Новое поколение пришло, а никто не умеет Это делать, а это сложная юридическая Задача, как вот мы с вами Видим, очень сложная Так, ну все, публика Пришла, сейчас закрываем Испан Испаныч, включайте Так, просьба представить себя полностью Меня зовут Глеб Турфанов Я занимаюсь третьего курса Все Хорошо Первый контейнерный терминал С 2008 по 2011 годы Был этот договор актуальный Сам документ состоит из введения Глав, который охарактеризует основные положения договора По позициям И, значит, приложений И приложений, которые раскрывают в виде документов Отдельные соглашения, значит, за подписями и печати, значит, правкома Генерального директора и председателя профессионального комитета Таким образом, документ максимально полно представляет те соглашения, которые были заключены между, значит, дирекцией контейнерного терминала и рабочими А вы еще такого рода вот так оформленный какой-нибудь колдоговоры видели когда-нибудь, нет? Нет, это первый, который Я вас информирую, что он первый и единственный В таком роде, потому что обычно делают так Есть проект договора, его обсуждают И в конце подписывают генеральный директор И И считают неправкома А ничего промежуточное Никаких не печати здесь ставят Ничего не делают Я вам эту тему уже информацию давал Дело в том, что генеральный директор В окончании Переговоров сказал, что я подписывать не буду И тогда в ужас спал, так сказать, товарищ саржент, председатель правкома Что делать, как делать, как быть А почему генеральный директор? Потому что генеральный директор человек зависимый или независимый? Ну, он наемный человек Он наемный человек Причем в уволе генерального директора проще, чем уволить Докер Почему? Ну, потому что там суммы большие Все и там, скажем, выходное посудие может быть Большое может быть 24 оплата Но Раз я его уволен Ему сказали Нет, не подписывай Поэтому Такой Произошел Некоторый кризис Ну, поскольку я там Консультировал Правком Я сказал Так, у вас это не должно волновать Значит Есть в конце подпись Нет в конце подпись Раз вы Все в предыдущей Во всех предыдущих случаях Просто есть подпись Одной и другой стороны Значит Соответствующее положение В основной части В каждом приложении Они Приняты как локальные нормативные акты А это значит Что вы можете теперь это все собрать Под одну обложку Что они и сделали Это вот докеры Собрали под одну обложку И сдать И подарить штук 300 Генеральному директору И они будут этим руководствоваться Требовать Чтобы он подписал в конце Вам нужна подпись в конце Или вам нужно Чтобы все вот эти положения Были Приняты Чтобы положения были Ну, то они приняты И все То есть мы собрали И на этом Все завершилось Спокойно Утихомировалось И вот этот коллективный договор Действовал 3 года Через 3 года Значит Он до 14 Там До 14 года Да? Написано У меня этот Отдельный С 8 по 11 По 11 Вот с 8 по 11 Он действовал Но коллективный договор Принимается на 3 года Через 3 года Он может быть продолжен Из-за того Что следует Что он может быть Не продолжен А как делать Чтобы он был продолжен Предложить Администрации Проект Лучше Чем 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 Был предложен Такой проект Всем было Разрослана Все это Предложили обсуждать Начались переговоры И тогда Администрация Учитывая Что этот Проект был В результате Большой Добословки Принят Она решила Не искушать Судьбу И продолжила Еще на 6 лет А вот Следующий Проект Политического Заговора Который У нас Заключен Уже на 17 И так далее И Он имеется На сайте Московского отделения Фонда Рабочая Академия У нас товарищи Из магистратуры Которые Занимаются У нас На логичном Курсе Курс называется Курсополитические составляющие Социально-трудовых конфликтов Они вот уже Это анализировали Ну и По общему Мнению Этот Вот Тоговор Новый Намного Хуже Чем С точки Движения Благ Которые Представят Рабочая Академия Особенно По части Согласования С профсоюзом Тех или иных Локальных Нормативных актов Вместо Согласования По некоторым Пунктам Стоит Уже Учет Мнения А это Означает Некоторая Задержка В издании Приказов И больше Ничего Прошу прощения Что я вас Перебил Продолжайте Сам по себе Договор Как уже Отмечалось ранее Это результат Борьбы Но и сам договор В своей сути Содержит Некие Такие Агональные Аспекты Которые Не удалось Полностью Да и В принципе Невозможно Искоренить Работникам По отношению К работодателю Так как Собственником Средств Производства Является Абсолютно Не работник А работодатель В данном Случае Поэтому Все равно Такой Репрессивный Момент Тотальности Присутствует Даже в самом Договоре Я это Отмечал Спорный Момент Ну то есть Некий Такой Момент Насилия Такого Отчуждения Все таки Остается Даже в самом Договоре Несмотря Ни на что Там Виды Отчуждения В первую очередь От процесса Труда И от Результата Труда Потому что Работник Не имеет Никаких Прав Собственности На Конечный Продукт То есть На те Разгруженные На те Подряды Которые Были Исполнены Докерами Право Собственности Именно Дирекция Ну то есть У лица Хозяев Контейнерного Терминала Значит Такие моменты Прочитал Договор И отметил То что Было Улучшено В принципе По соотношению Ну С предыдущим Периодом Времени Когда договора Подобного Не было И что привело В итоге К забастовке Докеров Это все таки На мой взгляд Договор В принципе Расширяет Очень сильно Социальные гарантии Трудящихся Такие как Медицинская Освидетельствование Обязательное Пункт 3 3.17 Оказание Медицинской Помощи Работникам 3.2.4 Пункта А также Вводит Систему Улучшения Охраны Труда Что Отвечает Статье 219 Кодекса Трудового Российской Федерации И последней Редакции Что Каждый Работник Имеет Право На Рабочее Место Соответствующее Требованиям Охраны Труда Это значит Особенно Случай С докерами Это значит Надлежащая Экипировка Плащи И прочее То что Позволяет Трудиться В любое Время Суток И под Любую Погоду Без Ущерба Для Сво Здоровья На Сверхом Возвращении На Берегу Море То есть То что Должно Иметься Обязательно В наличии Для Сохранения Здоровья Работника Это Также Отвечает Требованиям Безопасности В отношении Людей Преклона Возраста 50 лет Люди Имеют Право Удаляться Из Бригады Занимающейся В ночное Время Суток Работой Исполнением Подряда И в этот Работники Превышающие Возраст 50 лет Имеют Право Из этой Бригады Сборной Уйти Без потери Рабочего места Что является Социальной гарантией Его оставления На рабочем месте Что он не будет Просто На завтрашний день За этот Вот такой Демарш Выкинут С своего Рабочего места И останется На своей работе Значит Еще интересен Момент Что Было Прорегламентировано И в соответствии С кодексом Трудовым Российской Федерацией Статья Свежая От 7 года Она В кодексе Присутствует О выдаче Моночных Продуктов И леченоприфлактического Питания Так как Бывают Как я понял С договора Работники Работают И с опасными Веществами И это Необходимо Для сохранения Состояния Здоровья Положительного Поэтому Было Регламентировано В трудовом Договоре В третьей Главе Критин Договор Это название В коллективном Договоре В основном Законодательстве В приложении В федеральном Законе Номер 224 ФЗ Для работников Занимающихся В условиях Где сопряжены С риском Химического Кодзаражения Также Можно отметить И то Что В третьей Главе Было отмечено И про досуг И про Принятие Пищи То есть За 15 минут До начала Рабочей смены Работник Имеет право Принять Определенную Пищу Перед тем Как приступить К работе Также Отмечено Было То Что Оплата Должна Производиться В соответствии С С С Окладом Действительным Момент Простоя Который Происходит Не по вине Работника В предыдущей Периоды Такого не было Что очень странно Таким образом Простой Оплачивается Стопроцентной Ставкой Докеру А по кодексу? Несмотря По кодексу? Сколько Платят По кодексу Если нет Соответствующего Коллективного договора Вот по кодексу Не следил Там посредний Две трети А Две трети Две трети Если простой По вине Работодателя Две трети Есть разница А по кодексу По кодексу По кодексу Не может быть Хуже Чем А лучше Пожалуйста Также интересный Пункт 3.5.17 Опять-таки Третья глава Это кстати На оплату Уже идет То что Происходит В двухкратном Размере Оплата Работы В праздничные Дни Сопряженные С днями То есть Не просто праздничные Дни А дни Которые являются Специальным праздником Для докеров То есть Работники Морского Флота То есть Таким образом Происходит Коэффициент 2 Оплата С коэффициентом 2 Умножение Также Отметить Можно То что На уведение Касательно Оплачиваемого Отпуска Для работников С нормированным Рабочим Днем То есть Агрегментирована Его продолжительность Не менее Трех Календарных Дней Это для Работников С ненормированным Рабочим Графиком Значит Как уже Повторилось Освожжение От работы Возможно Работников Старше 50 лет В ночное время В ночное время С 22 до 6 часов Имеется Смена То есть Смена Приходящая На это время Дополнительные Дополнительные Оплачиваемые Отпуски С оплатой По тарифной Ставке Окладу На следующие Сроки На 2 дня Там С бракосочетанием С отправлением В армию В армию Значит Ребенка И так далее С похоронами Ближайших Отственников Там Матери Отцы Нужья И так далее То есть Это все Происходит С оплатой По тарифной Сетке То есть Без всякого За свой счет И так далее Также Интересен тот момент Что Нокеры Сами Остерегаются Того момента Когда В их Тяжелой работе Буквально говоря Будут задействованы Люди Несоответствующей Квалификации Или Несоответствующем Состоянии здоровья Потом Имеется ввиду Состояние опьянения Алкогольного И так далее Что здесь Применяется В договоре Описанный коллективным Совершенно Четкие санкции Которые будут Применяются Против таких Работников Недобросовестно И возможно Их Действительно Увольнение Всяких Обсуждений Обратили внимание Там есть Интересный Функт Что Один раз В течение Года Работник Может Взять Три дня За свой счет Увернув Это что Означается Это Вот тот Самый Случай О котором Мы с вами Говорим Вдруг Человек Не удержался И Увидился Он придет На работу И вот Как вы Рассказываете Там Так И сяк И Прочее Он берет Три дня И через Три дня Приходит Секлышко И Работает Хорошо Ну Сорвался Человек Человек Хороший Это Да Раньше Раньше Это было В законе Это было Соответствующее Разъяснение Минздрава Что Человек В течение Года Ну Мало Вообще Любой Человек По другим Причинам Может Я плохо Почути Но Невозможно Как Это Что Плохо Но Один раз В году Он Пишет Бумажно Своему Начальству Что Я Вот Соответствие С этим Пунктом Беру Три дня Это Дело Ликвидировали В законе А докеры Оставили У себя В коллективном Договоре Вот Если бы Они Ссылку Сделали На этот Закон Это Отсюда Бы Тоже Улетело Потому Что В коллективном Договоре Может Лучше Чем Закон А Если Была Норма Закона Соответственно Она Исчезла Из Коллективного Договора А Здесь В кавычках Ничего Не стоит Поэтому Они Писали Это И Он Это В том Действует Значит Что Можно сказать Также Про Рабочее Время То есть Распределяется Также В договоре В коллективном Абсолютно Четкое Время На Конкретные Периоды На Определенные Работы Операции В рамках Рабочего Дня Докеров Механизаторов Значит По Продолжительности Смены Время На Заключительные Операции Время Для Сных Перерывов На Отдых Тут 30 минут Время Для Дополнительных Перерывов Светит Время Года 24 минуты И 36 минут Это зависит От продолжительности Смены Если Смена 7,5 часов То Поменьше А если Смена 11,5 Что почти 12 Часов Уравняется То Естественно Время Увеличивается Значит Пункт 34.8 Работникам Перед началом Сверхурочной Работы Которая Оплачивается Сверхурочным Образом 15 минутный Оплачиваем Перерыв Для Приема Пищи Тоже Чтобы Комфорт У работников Значит 3.4.18 Касательно Социальная Гарантия Передыки Поизвеление Работников Имеющих Детей В чаще Школы 1-3 Классов Предоставляете 1 сентября Выходной День Без Сохранения Заработной Платы Тут Хоть и Без Сохранения Заработной Платы Но Тем Не Такой Отпуск Однодневный Предоставлен Может Быть И Также Про наложивание Социального Партнерства Как Еще Можно Сказать Вначале Что Рабочее Поручение В принципе Существует На данный Момент Такой Термин Который Обязывает Выполнить Все Что Должно И Возможно Ну Естественно Не противоречие Законодательству То Что Не Предложит Но Должно Быть сделано Поэтому Репрессивный Характер Но Все Все Равно Это Работа 3.4.16 Пункт Целек Наложивания Отношений Социального Партнерства Как В самом Доказательстве Значит Написано В Трудовом Кодексе Что Современное Значит Рабочее Отношение Это Рабочее Отношение Социального Партнерства Осважать Работника По его Заверению Предоставление Им Соответствующих Документов От работы С оплатой По тарифной Ставке Ну то есть Окладу Без потери Какой-либо На следующие Сроки На два Дня Опять-таки С бракосочетанием В связи С похоронами Родственников И так далее О чем я говорил Раньше А вот Партнеры Как должны Прибыль Делить Партнеры Обычно Делят 50 на 50 Ну вот Я предлагал Докерам На переговорах Они все-то Постеснялись Ни разу Они не поставили Ну просто Поставили Вопрос Давайте Обсудим Мы партнеры Там Вполне Независимым Кажется Что это нормально 50 на 50 Давайте Причем Это будет В пользу Работодателя Потому что Работодатель Там Несколько человек Там их мало А работников Очень много Поэтому Если дальше Разделить На работников Такой Конечно Мало Но Вы Предложите На переговорах Побоялись То есть Побоялись Даже Предложить Вот я Вот не боюсь Вам Есть с собой Сдавайте сюда А вы Там Покачали Голову Что скажем Можно Продолжать Сам Договор Увляется На мой взгляд Реализацией 60-й Статьи Второго Кодекса Значит Которая Запрещает Требовать Ту Работу Что Не оговорено Значит Договоре Докеры Пошли Значит Дальше Стояли Коллективный Договор Значит Также Освобождаются Профсоюзные Работники На время Это тоже Здесь описано На время Соответствующих заседаний Профессиональных Комитетов И что Иллюцирует Статью 3075 Гарантия Освобожденным Профсоюзным Работником Шестой Год Как раз За несколько Лет До Принятия Коллективного Договора Она Была Ратифицирована Тут В 3075 Соте ДК РФ Говорит Что Работнику Освобожденным От работы В организации Или у Индивидуального Предпринимателя В связи с избранием Его на Выборную Должность Выборный Орган Первичной Профсоюзной Организации Далее Также Освобожденный Профсоюзный Работник После окончания Срока Уполномочий Представляется Прежняя работа Должность А при отсутствии Списенного Согласия Работника Другая Равноценная Работа Должность Что Не дает Работодателю Право Как-либо Преуменьшать Права Работников Занятых Профсоюзной Деятельности Уменьшать Оклад И так далее Тут все Отговорено Что Равноценная Оплата Должна Быть В первую очередь Если Он По своей По русских Занятий Профсоюзных Теряет Своё место Такое Значит Приступая К моменту Огональности Это Изложено Прямо В введении Следующие Пункты Пункт 1.8 В случае Если у работника Возникнут Разногласия С работодателем По поводу Применения Какого-либо Положения Настоящего Коллективного Договора Или трудового Законодательства Он должен Прежде всего Обсудить Это С непосредственным Руководителем То есть Опять-таки Некий Такой Репрессивный Оттенок Он должен Обсуждать Конкретные Моменты Состояния Приседственным Руководителем Но Вертикаль Живлазь Существует Естественно В таких Организациях А значит От этого Руководителя Поднимается Все выше Таким образом Доходит До Директора Занимающих Посты И исполняющих Административные Обязанности По организации Труда Вот этого Всего В рамках Первого Контейнерного Терминала Таким образом Могут приняты Быть Репрессивные Санкции Сверху Что таким То Которые Там Уклоняются Что то Не так Сделали Обсудить Можно Но Все равно Зачет Незачет Можете Обсудить Могу А повлияет Это же Просто Обсуждение Опять Вы же Сами Говорили Что Университет Государственный Государственный Преподаватель И Как бы Государство Понятно Вы знаете Что такое Государство Все Уже Грамма Впереди И Как бы Тем Разом Коллективный Договор Это Локальный Нормативный Акт Государство Какое Естественно Строй Буржуазный Контрейерный Терминал Это Значит Крупное Машинное Производство Как я понимаю Организация Логистики И так далее Таким Образом Чья Воля Будет Все-таки Узаконена На данном Предприятии Раз Оно В рамках Буржуазной Системы Воле Узаконена Будет Потому что Им удалось Улучшить Своё положение По сравнению С тем Что есть У всех Остальных Кто не сделал Такого Коллективного Договора Правильно? То есть Скажем Вы не можете Нападать На Разный Строй В нашей России Сказать Ну Невозможно Улучшить Жизнь Возможно Делайте Коллективный Договор Имея Право На Забастовку Бастуйте И вы Получите Лучше Жизнь Если вы Не умеете Бастовать Но Идите Тогда Идите Куда Я вас Позвал То есть Он Стимулирует Рост Правильно? Да Стимулирует Рост Грамотность Политическую И так Далее Это Надо Такой Создать Документ Попробуйте Посмотреть Конституция Меньше Размером Конституция Россия Ерунда Позраем С этим А тут Вон Какой Договор Холосальный Пункт 1.1 Что Передача Всех Средств Производства Трудящимся На Везобедительном Основании Предложить Вы можете Да Но все Не согласятся Частично Каждый год Передавать Одну Сотую Часть Но Весь Сам Договор Как бы Да Он Улучшает Положение Работника Несомненно Но По сравнению С тем Что Было А вы Говорите Закон Вот Закон Выраженное Это Воле Да Опять Государственного Класса А это Лучше Чем Законе Коллективный Договор То есть Если Вы Свою Волю Не Выразили В качестве Своем Коллективного Договора Ну И Хлебайте То Что Вам Дано В законе А Если Выразили Соответственно Вы Можете Улучшать Своё Положение То Мы Знаем Что Новое Общество Растет В Как Вы Собираетесь Может Вы Хотите Сразу Стать Председателем Совета Министров Или Хотите Министром Стать Так Вы Составьте Коллективный Договор Или Добейтесь Его Заключения И выполнения Поэтому Я думаю Что Здесь Надо Как-то Положительно Оценить Обстоятельства Более Того Если Мы Говорим Что Это Демократическое Общество Демократическое Государство Форма Содержательная То Это Раз Она Демократическая Она Дает Возможность Самым Организованным Самым Просвеченным В этом Смысле Самым Толковым Добиться Улучшения То Его Положения Они Прошли Год Все Плохо На нас Давит Везде Диктатура Везде Диктатура У вас Ведет Отпуск Больше Всякие Положки У вас Больше Двойные Тут Праздник Если Вы Домой Не Выходите Так Вы В два Раза Больше Получаете Гуляете Чем Не Праздник Когда Вы Платите В два Раза Больше Чем В обычный День Это И Праздник То Есть У вас Много Чего Есть Напрасно Вы Так Применьшаете Прогрессивную Роль Гуржатного Общества Значит Касательно Оно вас готовит К будущему Обществу Но вы Должны В борьбе К этому Прийти Правильно А не Просто Что Вы Хотите Чтобы Вам Хозяин Принес Улучшение Наблюдечки Но Вот Этого Вы Не Допьетесь Значит 3.3.14 Значит Здоровья Опять Не Возвращаемся Работников О верхнем Пределе Физических Нагрузок То есть Не то Что 12 Тон Один И За 5 Часов Тут Получается Так Что Соблюдение Верхнего Предела Физической Нагрузки На одного Докера Механизатора 7.5 Часовую Рабочую Смену Перекладывающую Груз Ручную На расстоянии Не далее 1 метра Величиной Не более 24 Тон Всего 124 Тон Переложить Но Не более Метра Опять Но Не менее 24 Да Но Не более Метра А сколько Вагон Знаете Вагон Тон 30 60 Ну 60 Ну Мужчинам Не менее 24 Да Мужчинам Не менее 24 Тон 3.5 Хочу сказать Что в проекте Кондиционного договора Стояло 12 Товарища 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 Которого полномочен Вести Переговоры А у них Ведущие Переговоры Вот то О чем Они договорились В ходе заседания Очередного Ну Так оно И Закладывается Он Взял И В отличие от того Что было в начале 12 тонн стояло А 12 тонн Получилось Не случайно Приглашали Платили деньги Профсоюз Для того Чтобы выяснили При каком уровне Загрузки Появляются Необратимые Изменения Вот Сверх 12 Тон На человека В смену Начинаются Необратимые Изменения То есть Приводят Которые Преждевременному Лишению Функций Положительных И так далее Необратимые Изменения В организме 12 тонн Вот Его Пагетировала Администрация Он согласился Подписать 24 Получается Какие травмы По заносникам Хороший На самом деле Докер Хороший Долговый А вот Эти 24 тонны Так они И стоят Как памятник Тому Как Не надо Проводить Переговоры Если Вы Вас Послали На Переговоры Думайте Что Подписывайте А он Подписал Это Ваш Представитель Подписал Представитель Рудряч Скажет Не знаю Мы ему Предложили Он Дел И Подписал Мы Думали По запросу По запросу Приседителя Правкома Осуществляются Замеры Вредных Факторов В том числе Радиоактивности На рабочих Местах И Формирование Работников И Результаты Замеров Также 3.3.7 Это Аттестация Рабочих Мест По условиям Труда Проводить Соответственно Мест По условиям Труда Аттестация Проводить Соответственно С положением О порядке Проведения Аттестации Рабочих Мест Работников По условиям Труда Начало Регулярной Обработки Нового Груза Или Применение Новой Технологии Груза Обработки Производить Экспертизу Условий Труда Задействованных При этом Рабочих Мест Конкретных Людей И их Обязанности По работе С данным Грузом Потому что Как таковых Рабочих Мест У докеров Естественно Нет Они работают В цехе Значит Что еще Можно сказать Такие Это После того Как пристрел Весь договор Это наиболее Самые такие На мой взгляд Интересные Пункты Потому что Все пункты Рассказывать Конечно Можно Только Это Не уложится В рамках Нашей лекции Таким образом Также Можно сказать Здесь В конце На меня ответ Не перекладывайте Я вас не ограничу Значит Во второй Половине Вы скажете Что Не даете Выступить Сказать Что вы думаете Пожалуйста Говорите Во второй Половине Коллективного Договора Это Сами Конкретные Пункты Оканчиваются На Сейчас Скажу На Третья шестой Странице Дальше Начинается Часть 2 Это Приложение Коллективному Договору А Приложение Коллективному Договору Входит Коллективный Договор Раз Они Приложение Коллективного Договора Значит Они Приложены К нему Сложные Сложные Частей Там Написано Вначале Является Неотъемлемой Частью Коллективного Договора Разница Уже Старый Договора Действует Нового Нету Все Обрушилось Говорите Мы Подпишем На Первой Части То О чем Договор Подписали Подписали Проложаем Переговоры Договора Конфликт У них Получилось Так Какой Вам Разница Какой Номер Статьей Вы Хотите Чтобы Получить Какие Блага Вам Первым Номером Статью Поставить Или 200 Не важно Вам Не важно Важно Чтобы Было Поэтому Даже Если Возьмите Продовый Кодекс И Возьмите Там Случайно Можем Все Переставить И Что Отничье То же самое То же Самое В Конституции Вам Право На Жизнь Поэтому Это Буржан На эпоху Стали Писать Право На Жизнь Отдельным Правом А так Вроде Подразумевалось Чтобы Показать Что Есть Зачем Вам Право У Жизнь Есть Есть Показать Что Наполнительное Право Дано Аж Такая Блага Есть Чтобы Право Было У вас Такое Наказать Преступников Которые Убивают Людей А У нас Преступники Которые Убивают Людей Они Находятся Под Защитой Закона У нас Нет Смертной Казни То есть Она Как бы Есть В уголовном Кодисе Но Мораторий То есть Вот Убьет Человек 100 Человек И Тогда Его Отправят Пожидеры Заключения Подключат К интернету И Примерно По 30 Тысяч Долларов В год Месяц На него Тратить Чтобы Те Люди Детей Которых Или Родственников Которых Он Убил Могли Б Его Содержать Всю Жизнь Это Кому Наказание Родственникам Естественно Налогоплательщикам Еще бывает Несколько Пожизненных Это означает 2-3 Н Но Проживет То Одну Жизнь А вот Убитых Уже Сколько Он Убитых Они Ни одной Жизнь Не положили До конца Вот Это был Случай Битцевский Маньяк Как известно Битцевский Ельцепарт В Москве Вот Он Только Со знакомыми Ходил Только Со знакомыми У него Был с собой Молоток И Бутылка Разбивал Голубу Молотку И Бутылку Сколько Это Сохал Какой Зазму Счет Задел И Круг Растал Обязательно Влюх Влюх Почему Потому Что Он Там Растворяется И Поэтому Первый раз Он Это Сделал Потом Девять лет Подождал Смотрел Вот Ничего Не Произошло И Начался Сематически Этим Заниматься И Потом На Судья Судья Говорит А вот Вы Убили Сто Человек Он Говорит Не Сто Сто Двадцать Не Знаю У меня Говорит Стоп Проходит Зачем Вы Это Делает Он Говорит Я Себя Высю Чувствую Гуманит Он В итоге Не Вышел Потом Не Погинул Место Заключения Живого Не Погинул Не Вытян Все Погинул А люди Это Погинули Этот Лиф У Нас Вот Соготовский Заслуженный На Капельре Философии Турологии Я Работал УПК Он Говорит Даже В Животном Мире Просто Так Вот Нас Сегодня Закрызут Все Животные Закрызут Если Они Не Заболели Как Лисы Бывают Бешеные Лисы А Если Нормальные Здоровые Они Для Чтобы Поесть Понятное Дело Что Вы Морковь Не Предлагать И Капусту Он Е Е Не Будет Ну Просто Так Взять И Забрыз А Если Люди Нападают На Себе Подобных Они На самом Деле Ставят Себя Сами Вне Человеческого Общения Они Уже Не Люди Поэтому Их Нужно Приговаривать Смерть На Касень А Заведующий У Такой Пувар Никол Отвечал На Вопрос О Том А Вдруг Ошибка Была Думали Что Он А Оказывается Не Он Бывают Ж Ошибки Бывают Подождите Приговорите Смерть На Касень Лет Десять Пятнадцать Не Применяйте Пусть Они Сидят А Вы 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 Сколько Вам Надо Лет Чтобы Вы Начательно Убедились Что Это Он А А Не Другой Вот Убедились Через Пятнадцать Лет Применяйте Приговор Ну Вы Наверное Знаете Что В крупных Странах Таких Как Соединенных Америки Там Смертные Приговоры Приводятся В исполнении Вы В Китае Десять Тысяч Сляточников Потому Сляточники Это Люди Которые Не Остановительны Ничем И Даже Смертные Казмы Не Остановительны Потому Что Когда Человек Очень Много Видит Денег Он Теряет Раз Поэтому Это Наказание Высшая Мера Наказания Масштабы Сдерживают Они Ликвидируют Мы Никаким Наказанием Ликвидировать Само Это Преступление Не Будет Это Понятно Но Защитить В известной Мере Можут Возвращаемся Снова Приклином Договор Счет Незислав Два Приложения В Сом Договоре Значит Нормы Первое Приложение Это Номер Шесть Критин Нормы Бесплатной Выдачи Специальной Одежды Специальной Обуви И других Средств Индивидуальной Защиты Работникам ЗАО ПКТ Значит Тут Как вы Отвечали В момент На Прошлом Лекции Там Про Дежурные Плащи Так Вот В таблице Они Присутствуют Некоторые Вещи Ночатся До Износа Некоторым Вещам Присвоен Определенный Срок Носки И так Далее Но Тем Не менее Термин Дежурный Он Сохраняется На самые Такие Скажем Дорогие Элементы Экипировки Пояс Предохранительный Который Поясницу Защищает Сапоги Резиновые И так Далее А перчатки ХБ Он конечно Предлагает Он тут До износа То есть Хоть каждый День Второе Приложение Это приложение К соглашению 27.09.04 Между администрацией ОПКТ И ПКРПД Значит Это первое Готарение Терминант И алгоритм Расчета Размера Премии За результаты Хозяйственной Деятельности Тут Формула Приложена Просто Интересно Было Мне По какой Формуле Они Высчитывают Размер Премии За результаты Хозяйственной Деятельности Какой Предлагение Номер Здесь Нет номера Ну тут К соглашению Пробел Может тут Не ставят Но 87.09.04 Страница Глазательная А Само Соглашение От 27.09.04 года Вот оно На левой Странице Справа Формула Значит Пр равно КГР Умножить На БПР Где ПР Это Конкретный Процент Примирования За отчетный Период Значит Он Рассчитывается БПР Процент Примирования При Уполнении Базового Грузооборота Установленного Соглашением Сторот И КГР Значит Коэффициент Увеличения Процента Примирования Учитывающий Размер При Уполнении Базового Появляет В том Что Коэффициент Увеличения Процента Примирования За Превышение Норм Он Учитывается Здесь На данный момент И то есть Он является Коэффициентом На который Происходит Умножение То есть Он Мультиплицируется Вот это Меня Заинтересовало Как Не так Что хочу Так Как хочу Так И Есть Какая Толер Больше Пожалуйста Не меньше Также Интересное Приложение Ну тут Номер А Приложение 5 Протокол 3-го 0-5-го Года До заключения Еще Калитинного Договора Значит Тут Просто Орегали То есть Почетные Ветераны Норского Порта И так Далее Интересно Сколько Нужно Было Проработать Женщин 20 лет Мужчин 25 лет То есть В условиях Такого Труда Когда Позвоночник За 10 лет Уничтожает Да То есть Очень Трудная Работа Но такие Огромные Сроки Чтобы Получить Вот такое Вот Достижение Такое Это вам Не в совет Директоров Да То есть 25 лет Мужчина Должен Отработать Там 24 тонны В смену У него через 10 лет Позвоночник Развалится А тут 25 Это допустимое Не значит Что Все время Но лучше Чтобы он работал Так Для Дирекции Понятно Не пах Многие процессы Механизированы Такой работы Не так много Сейчас Ну Да Но Видимо Тогда Меньше Механизация Была Этих Кранов И машин Было Меньше Погрузчиков Они Работали Самостоятельно Используя Свои Физические Данные Но Имеется ввиду Вот В данном случае Когда говорится Вот этих Разгрузки 24 тонны Это Разгрузка Вагона Стоит Докер Вагон И Его задача На поддон Вытащить Из вагона Одной рукой Он Кладается За За мешок А второй Цапка Раз Поварить Сюда Второй Мешок Потом Третий И там 24 тонны Все Мешки Где-то Килограмм 50 Возят Ничего Не надо И вот Как Разгрузил Вагон Можно Идти Домой Некоторые Шесть Атон Хотя Тот же Самый Константин Шведотов Который Главный Разработчик У него Стерто 11 Дисков Он 17 Лет Отработал Докером И Это Кажется Исправить Их Нельзя Хоть Сейчас Много Чаких Пунктов Которые Говорят Мы Вам Можем Обезболить То Что Наладить И так Далее Но Афистер 18 Дисков Это К сожалению Это Серьезно И он В свое время Председатель Правком А потом Начальник Роскал Правого Отдела Добился Того Чтобы Пригнали Радигурит Роб Доболевания Которые Есть Докеров Но Сам Под Это Не Попал Потому Что Он Добился С того Периода Когда Он Перестал Работать Поэтому Другие Люди Стали Уходить На Инвалидность Хотя Ничего Хорошего Особенно В этом Нет Когда Здоровые Докеры Очень Мощные Они Уже Являются Инвалидами И Вынуждены Идти на Пенсию И тогда Им Платят Какой-то Процент Зарплаты Травм Что Тех Кто Получит Процесс Травмы Или Процесс Заболевание Работник И Возможно Их Обеспечивается Их Согласие Работой Организации Либо Содействовать В их Тут Устроить В соответствии С квалификацией Рекомендациями Медико-социальной Экспертной Комиссии То есть Их тоже Нельзя Просто так Выбросить Из рабочего Из этого Режима Значит На этом Я могу Закончить Я Освещу Эти консии Которые На мой взгляд Являются Самыми Интересными В данном Трудовом Договоре Коллективным И Которые Представляют Интерес Именно В плане Борьбы Работников За свое Существование Как мы Поняли В самом В начале Содерживаются Такие уже Моменты Огональные Самого Коллективного Договора Которые Подразумевают О непримиримости Противоречия Между Работниками Работанателем Значит Вы Доклад Закончили Да Вопросы Ни появилось Никаких Вопросов Означает Лето Что Все Так Изложено Что Нет Все Все Понятно Везом Так Придется Спасибо Спасибо большое Я считаю Что Какой Доклад Он Позволяет Мне смело Стать Зачет Правильно Как бы у нас Зачет Будет Но Бывает По форме А бывает По содержанию По содержанию Я считаю То что Надо Это Основательно И я думаю Что Какой Главный Мы Должны Сделать Вывод По результатам Этого Доклада Что Можно Бесконечно Ссылаться На то Что У нас Плохие Законы Плохие Условия Низкая Зарплата Недостаточные Премии Недостаточно Времени В отпуск И так Дали Очень много Часов Работаем И так Дали А можно Заложить Улучшение Эти всех Условий Проект Коллективного Договора С помощью Профсоюзной Организации Пройти Всю Необходимую Процедуру Если Не соглашается Работодат Использовать Своё Право На забастовку Данной 37 Статьё Конституции Российской Федерации И записанное В Трудовом Кодексе И улучшить Своё положение В то же время Мы сейчас Товарищи Конфликтологи Наблюдаем Вместо того Чтобы пойти На конфликт Связанный С тем Что не улучшается Положение Что нужно его улучшить Вместо этого Наши товарищи Работники Работающие Рабочие Превратились Плахающие Вся Россия Плачет И жалуется То есть Конфликт В данном случае Если конфликт Справедливый Если он связан С борьбой За улучшение Положения Он является Способом Социальным Способом Улучшения Своего положения Срого В рамках Того Законодательства Которое Есть Могу вам сказать Среди тем Что появилось Новое Видео Запись Это нам Удалось Организовать Запись В выступлении Президента Федерального Профсоюза Обеспечеров Он же Является Председателем Федерации Профсоюза По России Он же Является Генеральным Сектором Конфедерации Того России Ковалева Сергея Анатольевича Вот Эта запись Висит на канале Фонда Рабочей Академии Я вам Очень Советую Ее Посмотреть Потому что Их Достижения По части Улучшения Положения Превышают Все достижения Которые В этом Коррекционном Договоре В том числе Средняя Заработная Плата Ави-диспетчеров Которая была До начала Коллективных Действий 15 лет Назад В районе 15 тысяч Сейчас Они имеют 200 тысяч И блага Которые Которых Они добили Для Диспетчера Потом Очень сложный Труд Очень тяжелый И очень Нервный Труд Вот И Тем более Им запрещена Официальная Запасовка Полностью Никаких У них Не может быть Но Они Придумали Разные Всякие Формы Другие Коллективные Действия Которые Не нарушают Закон Другие Организовываются С использованием Тех возможностей Которые Есть В том Общее Которое Есть Мы Каком Общество Есть Или Таком Которого Нет Ну Если Мы Живем В том Обществе Которое Есть Значит Надо Исходить Из Того Что Есть И Исходить Не Исходить Но Не Остановиться На Исходить Это Значит Рассматривать Это Как Предпосылку И Изменять Условия Жизни Если Не Будет Таких Людей Которые Добиваются Улучшение Жизни И Не Будет Улучшение Общества Вообще Улучшение Общества Вообще Оно Как Вал Накатывается Если Это Будет Такой Вал Запасовок Был В пятом Году Огромный Когда Раньше Были Десятки Запасовок Потом Сотни Запасовок То Значит Тысячи И миллионы Десятки Миллионов Стали Поставать И То же Самое В семнадцатом Году Раз И Поменялась Власть И Собственность Стала Уже Нечасная Сола Общественная Но Она Не Сама Поменяется Сама Не Может Поменяться И Это Не В общем Можно Сказать Что Это Не Без Партий Ну Конечно Без Политических Партий Политика Не Делается В Современном Мире Но Если Это Партия Партия Ничего Не Может Сделать Если Сами Трудящиеся Сам Народ Не Поднимется Для Решения Своих Вопросов Если Они Не Могут Улучшить Себе Премию Повысить На 3 Рубля Не Уже Они Могут Добиться Того Чтобы Средства Производства Оказались В их Собственной Как Вы Соберетесь У меня Собственной Отобрать Если Я Собственник И Я Раньше Прибежал Когда Делили Общественное Достояние А Вы Неудачник А Я Удачник Я Получил Как Рома Добровольщик И У меня Есть То И То И То Как Вы Собрали Одобрать Никак Но Если Вы Не Умеете Сделать Коллективный Договор То Вы Ничего Не Умеете И Ничего Не Можете Добиться Поэтому Конечно Можно Остатать Что Изучение Коллективных Договоров Не Выдуманных Так И Не Законодательство Коллективных Договоров Что Законодательство Оно Позволяет Я вам Просто Советую Потому Что Это Было Хорошее Дополнение Товарищ Коварёв Делал К вашему Дополу И Вам Будет Интересно Послушать Посмотреть Что Предлагает Поэтому Вообще Надо Сказать Что На Сегодняшний День То Что Мы Наблюдаем В связи С пенсионной Реформой Это Какая Новость Во Всей Можно Сказать Экономической Политической Жизни Протестные Акции Что Абсолютно Отрицательный Акт Я Не Согласен С Вами И Что Из этого Следует И С вами Не Согласен И Что Из С С С Елизмой Протестую У Меня Отбирает Все Я Протестую Вот Они Не Протестуют Докер Они Протестовали Они Взяли Выставили Требую И Добились То Самое Элементарное Действие Которое Протестовано На трудовом Куросе Это Требование Работников Они Позволяют Добиваться Лучшего И Большего В том Обществе В котором Вы Живете А не В том Обществе Которого Нет Ну Пожалуйста Создавайте Новое Общество Ну Как Создать Новое Общество Если Вы Вообще Не Умеете Ничего Добиться В том Обществе В котором Вы Живете Поэтому Вот На сегодняшний День Можно Сказать Что Работники России Погружены В отрицание Такое Возо Отрицание Мы против И что Что Вы против Что Это Что Это Говорит Если Я Скажу Что Я Туда Не Пойду Куда Я Пойду Куда Я Пойду Куда Если Я Говорю Куда Я Не Пойду То На самом Деле Отрицание Еще Оставляет Как Неизвестно Бесконечное Число Вариантов Действий И совершенно непонятно Как Люди Будут Действовать Если Люди Сплотились В отрицании Это Не означает Что У них Есть Какое То Единство Потому Что Если Я Если Мы Все С Вами Не Пойдем На Крышу Сегодня То Этого Не Следует Совершенно Кто Куда Пойдет Как Я Узнаю Кто Куда Пойдет Каждый Пойдет По Своему А У нас Тро Это Единство Мы На Библиотеке Академии Все Академии И Что Ну Куда Наметили Туда И Пойдем То Есть Люди Которые Философски Необразованными Они Даже Не Понимают Что Они Сейчас Делают Целые Политические Партии Говорят Что Мы Против А Вот Обратите Внимание Кто Был Против Пенсионного Пенсионной Реформы Которая Проводилась Силами Партии Единой Россия Которая Между прочим Имеет Две Третьи Голосов Государственной Думы И она С гарантией Могла Ее Провести Значит Против Была Коммунистическая Партия Российской Федерации Фракция Ее Есть В Думе Так ЛДПР Жириновский Дум Все Отдайте Деньги Все Деньги Отдайте Это Все Наших Дедов Отцов Завоеванные Это Вы Все Украли Отдайте Все Дайте Нормально Жить Вот Он С Этим Выступал Думы Миронов Выступал Очень Хорошо Разоблачал Эту Самую Реформу Но Это Вот Если Смотреть С точки Дрения Отрицания А С точки Дрения Утвердения Каждый Депутат Имеет Право Дагонодательную Инициативу Правильно Каждый Депутат Там Полно Депутатов Членов КПР Каждый Мог Внести Свой Законопроект Они Могли Общий Внести А могли Разные Депутаты Разного Уровня Улучшение Пенсионной Системы Вот Он Предложил Повысить Пенсию Вдвое А вы Предложили Сократить Время Работы Третье Предложил Что При условии Что Сокращается Рабочее Время Можно Удлинить Но При условии Сокращения Рабочее Время Чтоб Число Рабочих Числов В течение Жизни Отработанных Не увеличивалось До 86 Тысяч А осталось В пределах 76 Как Сейчас Как Минимум Можно Было Внести Смотрите Сколько Законопроектов Значит Единая Россия Внесла За проект Раз Законопроект Аппозиционный Рекорд Могла Внести Кумпартия Российской Федерации Ну Имеется Ввиду Ее Фракция Все Могли Подписать Все Члены КПР Депутаты Как Минимум Это могла Быть Фракция ЛДП А что Они там Сидят Чтобы Протестовать Так Где Ваш Проект Нет И Справедливая Россия Вот И Шейн Он у меня Дипломником Был ВПК Он Председатель Профсоюза Защиты Труда Был Депутат Могли Сейчас Депутат Справедливая Россия Он Не Внес Никакого Проекта Пенсионного Он Очень Хорошо Расчехостил Правительственное Профсоюзное Это Работает Нам Дать И Написать Памек Первое Чтение По Закону Это Рассмотрение Того Какое Решение Вопроса О том Какой Проект Извнесенных Может Взят За Основу Президент Имеет Право Законодательной Инициативы Имеет Он Воспользовался Этим Правом Внесение Своего Проекта Нет Не Воспользовался И Президент Не Нес Еще Верховный Суд Имеет Еще У нас Члены Советы Федерации Имеют Право Законодательной Инициативы Они Не Воспользовались Нижду Не Воспользовался Своим Правом Кроме Единой России Ну Так не воспользовался, и я на вас буду нападать, скажут, а вы что, ну вы же, у вас ничего нету, вам нечего предложить, и что вы на меня нападаете, правильно, логично. Хорошо, прошло первое чтение, первое чтение, вот, допустим, было бы у нас сколько проектов, «Единая Россия», «Справедливая Россия», «ЛДПР» и Компартия Российской Федерации, как минимум четыре проекта, и президент мог бы внести свой проект, а он делал вид, что его это не интересует, ну как президента может не интересовать вопросы о пенсиях граждан, всех работников всей страны, может такой быть, ну выяснилось через некоторое время, что его все-таки это интересует, но он уже опоздал, с чем опоздал, что он не внес никакого проекта пенсионной реформы, поэтому состоялось первое чтение, согласно правилам принятия законов, в Федеральном собрании Российской Федерации, если первое чтение состоялось, теперь могут быть только поправки к этому проекту, и вот, смотрите, теперь, слышали вы какие-то поправки, если КПР это сделало, оно опять протестовало, а поправку вынесли, поправку можно сделать так, чтобы тот ваш проект превратился в наш, поправки можно делать так, 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 ничего, так, справедливая Россия сделала поправку? Нет. ЛДП? Нет. Единственный заступник оказался Владимир Владимирович, он внес поправки. Так он что, свой-то проект не внес раньше? То есть он внес поправки и показал, что он лучше, чем Единая Россия. И все. Вот это говорит о том, и что-то делают там депутаты, спрашиваются, вот у депутата, у каждого есть право законодательное, то есть вы сидите, допустим, здесь вы студентка, вы не обязаны на это делать, да? Но если вы сидели как депутат, скажут, а кого-то идите вносите свой проект, где ваш проект? Нету проекта, ну, дорогие давайте, о чем вы говорите? То есть нету во всяком деле, должно быть, позитивное начало. И мы, так сказать, не можем сказать, конфликт – это хорошо. Конфликт – это хорошо, если вы за правое дело боретесь и конфликтуетесь с теми, кто тормозит это правое дело. Правильно? Кто тормозит улучшение положения работников? Это хорошо, если вы с ними конфликтуете. А если вы конфликтуетесь с теми, которые улучшают положение работников, так это плохо. То есть можно говорить, что мы за конфликт или против конфликта. Нет, это вопрос конкретный. О чем идет речь? Вот если есть проект коллективного договора, тогда вот этот конфликт, связанный с проведением этого коллективного договора в жизни, он позитивный. А если у вас нет никакого коллективного договора, вы просто любите ругаться с начальством. Выгонять этого хулигана, да и все. Тогда, чтобы спокойно было, спокойно дали, спокойно здесь жили. И выгонять. А тут как вы кого-то выгоните? Тут уже народ спросился и соединился. Поэтому если люди не научатся отстаивать позитивное какое-то начало, они не смогут вообще улучшить свою жизнь. И наоборот, улучшить свою жизнь можно и в рамках существовать. Хорошо, конечно, есть люди, которые говорят, да, долой, ничего не надо делать, делаем революцию. Да как вы делаете революцию, если вы вообще ничего не сделали для улучшения половины людей? Как вы можете сделать революцию? Это болтуны. Это вот люди отговариваются от каких-то конкретных действий общими рассуждениями о том, что если давайте мы сразу совершим социалистическую революцию, и у нас будет общество. Мы когда совершим социалистическую революцию, такие же пустые люди, как вы, придут и все разрушат. Потому что они думают не о том, как улучшить, не борются за улучшение. Можно сказать, что при социализме не надо будет улучшать положение работников, что вредные и опасные условия их не было, что же в условиях социализма, вот эти, ну допер. Что они появились при капитализме или при социализме тоже было 24 тонны? При социализме было. Поэтому такие вещи, как, скажем, социальное неравенство, несправедливость. Социализм не дает справедливость или нет? Что вы слышали по этому поводу? Кто ответил? Вот Ленин писал в государстве революции. Справедливость и равенство. Первая фаза коммунизма дать не может. Неравенство остается, и неравенство несправедливое. Вот, например, распределение по труду. Часть распределяется по потребности продуктов. А распределение по труду. Значит, единая мерка. А люди неравные. Один больно, другой здоровый. Одна маленькая семья, а другая большая семья. Какая тут справедливость? Вот у нас нету сейчас справедливости. И при социализме еще нету. Нету еще справедливости. То есть справедливость начинается только с высшей фазы коммунизма. А в низшей фазе это только движение к этому. И вот те люди, которые не могут улучшать ту жизнь, которая есть, а зато они специалисты по улучшению той жизни, которой нет, вот, а это люди пустые. Которые ничего не могут запредельно сделать. Вот. Поэтому я хочу сказать, что данный доклад, который у нас сегодня сделал, очень положительный. И он, конечно, дополняет вот то, о чем я говорю. Вот вы видите, что я очень подробно останавливаюсь на выполнении всей процедуры осуществления права работников на ведение коллективного трудового спора. Но если у вас вначале нету, не заложено вот это могучее начало в виде проекта коллективного договора, а какое-нибудь ерундовское требование, одно, процедура вся такая же будет. Такая же сложная, такая же длинная. И жалко на это тратить времени. Поэтому уж если ввести коллективный трудовой спор, то, наверное, надо сначала составить хороший проект коллективного договора. Вот если кто хочет, например, в Явстве составить такой проект коллективного договора, ну, пожалуйста, кто же власть, я, например, если кто составит проект коллективного договора, вы хотите делать лучше, чем вот это делаете, приносите на зачет, я полистаю его и поставлю вам зачет. Но это нормально будет? Как бы считать? Если человек мог представить проект, если бы вы работали, вы бы вот такой проект сделали. Но всегда проект лучше, чем то, что принимается. Все понимают, что тот проект, который был, конечно, он намного лучше. Для того, чтобы получить вот такой, понятно, что надо поднимать планку по многим параметрам лучше. Вот некоторые товарищи у нас пытаются сделать проект. Проект в политическом договоре составил товарищ Туров Александр из Северо-Уральска. Теперь проект товарищ Гобин, который здесь вот присутствовал, наконец он тоже составил проект в политическом договоре. Он председатель профсоюзного комитета медицинского профсоюза действий. Он врач в скорой помощи здесь уже присутствовал. Ну я его как-то после присутствовал, присутствовал, я сказал, так вы когда этот проект составите, так вы будете смотреть и слушать, как вот это все бывает. И он составил. Составил и сегодня он поехал на Большой Урал в Москву, где профсоюз здесь и собирается, и там выступает. Но он будет там единственный, кто составил проект. А все остальные будут выступать за улучшение положения трудящихся. А как вы понимаете, выступает за улучшение положения трудящихся, вы можете сколько угодно. Вы делаете то, что вам положено, как вы совершенно правильно говорите, у вас есть. Есть указания, которые руководитель производства дает, и вы обязаны все эти указания выполнять. Ну, в рамках той работы, которую вы выполняете, и все. А после этого, в перерыв, можете в обедино, если вы хотите про меня говорить, и в дома. И до начала занятий, до начала работы и так далее. И все. Вот так вот они это делали. Ну вот, у нас еще есть трудящиеся, которые думают, как выступить лучше. А теперь уже все труднее. Вы представляете, что все товарищи, которые выступили, они же как бы в авангарде, они первые выступили, а теперь они смотрят, отвалились, и будут смотреть, как другие кувыркаются. Поэтому тот, кто позже, ему, конечно, труднее в этом смысле. Потому что ему, с одной стороны, хотя дорога проложена, говорят, что по проложенному пути легче идти. Ну, совсем. Потому что будут вспоминаться предыдущие выступления, но хуже нельзя, но лучше же выступать, правильно? Вот проблема, которая перед всем есть. Ну, и само по себе это школа, которая отвечает требованиям учить себя, учиться. Это учить себя. Поэтому понятно, что слушание лекций – это занятие хорошее. Это что означает? Это потребление знаний. Когда вы все знания потребите, кто он будет? Большой потребитель знаний. А, скажем, это то же самое, что ученые? Нет, это не то же самое. Потому что таких людей, которые все знают, все равно нет. Сколько бы мы ни потребляли, все равно можно сказать, что вот этого я не знаю, этого не знаю и так далее. То есть человек должен вырастать. То есть, что он сам должен воспроизводить знания. Вот доклад ваш – это есть воспроизведение знаний, которое у вас есть. Вы их воспроизводите. А раз вы их воспроизводите, значит, вы отвечаете требованиям производителя знаний, а не потребителя знаний. Потребитель знаний – это человек, который пришел на концерт. Или там просто на люкцию сидеть. И сидеть спать. И я буду потребительных знаний. А человек, который может воспроизвести все, он, конечно, на порядок уже выше. В этом отношении это совершенно правильная дорога, по которой нужно идти, если мы хотим себя развить и превратиться из студентов, из исследователей. Людей, которые в течение всей жизни могут себя уже обогащать самостоятельно. Потому что не бывает такой жизни, в которой бы занятия закончились, обучение. И есть такое понятие «I am a student» – английское. Что это означает? Это означает «я студент». Только студент не в смысле формально, а в смысле того, что я обучаюсь. И каждый человек будет всю жизнь, настоящий творческий человек, всю жизнь обучается. И точно так же, как военные говорят, допустим, маршал, говорит, я солдат. Потому что он маршал, но он понимает, что он солдат. Он вот в бою, на том посту, на котором он в разгар этого боя, большого, оказался. Ну вот, теперь мы переходим к продолжению нашей предложения процедуры. Тема, которую мы сегодня будем предлагать, называется «Первый день забастовки». Ну, я думаю, что вы все представляете, если первый день забастовки, надо к нему подготовиться. Мы эту тему уже говорили. Наверное, забастовочный комитет хорошо, когда мы этим подготовился, приватил в листовки, в которых написано. Много листовок. В каждом можно было дать памятки, в котором было написано, как будет проходить забастовка. Мы в прошлый раз говорили, как она будет проходить. Наверное, он планирует, что в первый же день забастовки будет не только работа в какое-то определенное время, но и, наверное, и собрания надо всех собрать. А кого вы соберете? Имея в виду, что у вас есть первая смена, вторая смена, третья смена. Вот надо подумать, кого и для чего собрать. И когда. И надо подумать вообще о том, как действовать в период забастовки. Потому что если в период забастовки люди у вас просто будут работать и никак не организовывать деятельность своего предприятия, не влиять на нее, то может получиться, что эта забастовка закончится ничем. Поэтому как мы себе представляем забастовку? Итак, по плану забастовки. Всех предупредить должен забастовочный комитет. Как он должен это делать? Он у него от момента конференции до дня забастовки проходит какое-то количество дней. Поэтому не надо спешить. Если это 10 будет и 15, ничего плохого в этом нет. Не надо это сделать завтра. Почему? Потому что каждый человек, который вы считаете самым слабым или самым непонятным, или самым боязливым, каждый должен усвоить, что утром первая смена, в 8 часов надо ходить. от представительного забастовочного комитета в первую смену, объяснять им, что вы такого-то числа в понедельник придете к 8 и работать должны до 2 часов. 8 плюс 6, 14, усвоили ли? 8 плюс 6, 14. И в 14 часов работу не закончат, тот кто? Кто? Нет, тот что? Стрикбрекер. Вот, не закончишь? Что был, как поступает с стрикбрекерами? Ну, посмотрите, почитайте литературу. И так далее. Теперь, накануне, в 8 часов, забастовочный комитет должен стоять около ворот и с товарищем дополнительно объяснять. Ты понял, до спортики ты работаешь? Понял, нет? Потому что, если ты будешь после 14 часов еще будешь работать, ты их срываешь там за бастовку. И тогда мы ничего не добьем. И, так сказать, дальше с тобой будет твои товарищи разбираться. Мы тебя не трогаем. Так. И теперь, забастовочный комитет постановил первый день, по окончании первой смены, через полчаса, ну, по окончании 6 часов, человек должен перекусить после 6 часов, раз уж там не вставлен этот обеденный перерыв, полчаса на перекус, возьмите с собой термосы, возьмите с собой ботерброды, все, что надо. Полчаса достаточно, если вы приготовили с собой поедете, должны взять на работу. А в 14.30, в 14.30 будет митинг. Вы читали про завод? Митинг на заводе можно делать? В период заводства? Да на заводе. Никуда не надо отходить. Ничего не надо. Сейчас все обсуждать. Почему нас отправили в будильный парк? Ну, потому что вы нигде. А вот завод, пожалуйста, митинг вытек. Приходите на территории завода, по окончанию первая смена не уходит домой, а через полчаса перекусил и выходит на двор, на территорию, и туда подходит вторая смена. Вторая смена должна быть уверенна до первого дня забастовки. О чем? О том, что вы должны быть... Начало работы у вас в 3 часа, а вы должны быть в полтретьего. На митинг придете за полчаса. Потому что это вот забастовка. Кто не придет в полтретьего, тот кто? Кто он? Нужно забастовочный порядок. Забастков. Вот надо явиться к половине третьего. Значит, половина третьего собирается две трети коллектива. Две смены. Правильно? Это очень важно. Потому что забастком должен опираться и на то, что Вера, Надя, Петя, Коля и Саша руководят огромным заводом, а что на самом деле руководителем огромным заводом должен в период забастовки кто? Что? Коллектив. Две трети. Вот они, две трети приходят, первая, вторая смена. И это должны делать каждый раз. Каждый день. Потому что каждый день будут новые обстоятельства. Какая? А третья смена должна прийти... Значит, вторая смена во сколько у нас закончится? 6 часов плюс 15, плюс 6? 21. Так? 21 в час. 21 в час. Никогда такого вы не видели и не спутывали. Чтобы вечерняя смена закончилась в 21. Вот 21 закончилась. Вот. И в 21... Перекусить и в 21-30 собрание по поводу организации дружины. Потому что во время забастовки кто отвечает за порядок на предприятии и за сохранность имущества работников и работодателей? Ну, у работников пиджак пропадет, это плохо, конечно. Но вот если что-то пропадет в суматохе, в забастовке, и в этом обвинять. Прошадил забастовочный комитет, это будет срыв. Поэтому должна быть дружина. Вот. А третья смена? А третья смена? Ее нужно не в день забастовки, естественно. А в течение вот этого периода, момента конференции, до начала забастовки, предупредить, что вы должны явиться не позднее половины 12-го. Работа. Половина 12-го будет собрание. Третья смена. Забастков будет проводить это собрание. А кто еще будет проводить собрание? Кто будет проводить собрание во время забастовки? И кто главный? Забастков. У него необыкновенные властва. У него высшая власть, чем у генерального директора. Генеральный директор во время забастовки не может, и ты же сказал, сколько на эту тему выступают где-то. Вот они подневольные будут. Извините, Забастков может принять решение не шесть часов работать, а четыре, может два, может ноль. Причем, если он принимает такое решение, оно не сразу входит здесь, а через три дня. Поэтому уведомить, и только при условии, что если его уведомить, вот он уведомит, он не сразу скажет, что ну, поскольку мы ничего не делали, то мы вас уведомляем, сейчас будет у нас семь часов в день. По такому вверху. А потом, смотрит, мы вам на встречу пошли, а вы еще хуже. Тогда мы вас уведомляем, пять часов будет в день работать. Пять часов, кладу из меня. Вот как Забастков решит, по закону, как написано в первом курсе, как Забастков решит, уведомит за три рабочих дня. То есть, потрясающий власть имеет Забастков во время Забастков. Ну, вот если люди просто Бастков ничего не делают, то они тем самым в этом смысле не свободны. Они даже не могут показать, что они могут управлять. Правильно? Вы остановились. Вы остановились. А что делает администрация в это время тогда? Как вы думаете? Она приводит Шикбрихер, то есть она бьет из контор, которых сейчас очень много, наивного труда. И на место, рабочие места, ставят люди. А если у вас вот так сделано, как мы распланировали, с вами, шесть часов, потом митинг большой. Куда там пойдут эти, какие там работники, да вы что? Потом интервал там получается маленький. Один час от первой до второй смены. Что там, на час кого можно устроить? Или на работу можете принять человека, чтобы он работал с 21 часа до 24. Поэтому на самом деле забастовка, которая не является полной забастовкой, а частичной, более эффективной является, чем забастовка полной. И все люди тут, коллектив здесь, он на работе, каждый день можно с ним все решать и соответственно осуществлять. И вот первый день получается очень насыщенный день. Значит, еще раз утром пришли, вот везде забастовка раздает памятку для первой смены. Она начать должна. Она должна остановить производство ровно в 14 часов. А это очень тяжело. Особенно для тех людей, которые всю жизнь привыкли работать. Привыкли работать, раньше приходить, позже уходить, чем в начале работы, относиться правильно к своему другу. А тут нужно в 14 часов закончить в 14 часов. Это раз. Второе. вот значит через полчаса митинг. Что нам нужно во время митинга сообщить? Напомнить, о чем забастовка? Да? Чему посвящена? Требования напомнить всем. Их в памятке хорошо бы раздавать, но еще нужно и устно напомнить. Напомнить всем, что график такой будет на период принятия решения забастового другого. Что вот вторая смена начинает в 15 часов, а приходить должны в 14.30 и встречаться с первой сменой. И обсуждать вот так. Сообща на коротке такие летучие собрания трудового коллектива, где третий. Не будете же вы третью смену ночную подтягивать днем. Они же спать будут накануне или после ночной смены. это целую неделю ночная смена. А третья смена должна за полчаса встречаться до начала своей работы с забастком и решать свои вопросы. Значит, первая смена после окончания вот этого общего митинга, который будет со второй сменой, должна решать вопросы организации дружины первой смены. Значит, надо создать соответствующий запаском первой смены, который будет чем руководить? Запаском первой смены, вот этой смены. И этот запаском нужно распределить кто и какие функции в дружине выполняют. Дружина должна обеспечивать порядок, то есть она должна патрулировать по территории рас. И во-вторых, принимать меры по отношению к тем, кто какое-то нарушение делает. То есть сдавать их второму в охрану. В охрану остается, который сидит, не знает, что делать, и который работодатель поставил, а тут уже охрана другая. патрулирование может быть какое-то. Первая смена после того, как закончился общий митинг, полчаса, три часа, три часа она обсуждает вопросы организации дружины, кто руководители дружины, кто руководители отдельных по подразделениям, по цехам, по отделам и так далее, кто руководитель дружины, кто их заместители. И после этого они, значит, проводят и учет того, что есть, чтобы никто ничего не украл и под сурдинку ничего не утащил, потому что забросовка это не значит не организованность, наоборот, все должно быть организованным очень высоко и на уровне высокой дисциплины. Проверяют, патрулирование делают, смотрят, кто охраняет, смотрят, как работают охранники частные, как вы там работаете, потому что сейчас их объяснить надо частным охранникам, что вот мы дружина, а вы нам подчиняете. Почему? А, потому что считаете трудовой кодекс, только вам и землярчик купите. 169 рублей я сегодня купил новый свежий ноябрьский этого года. Буквоедя на месту вот сюда шел, с особым цинизмом купил трудовой кодекс за 169 рублей. И мало там было. Но есть и другое издание в октябрьское. Разъяснить дружине, что вы подчиняете. Почему? Потому что написано в законе, что во время забастовки порядок на предприятии кто обеспечивает? Забастовочный комитет. И все обязаны соответственно ему подчиняться. Охрана, имущество, работодателей, работников тоже. Поэтому вот вы вот смотрите, если кто-нибудь пропадет, мы вам сказали, что вы думаете, что отдыхать будете во время забастовки? Охранники частные. Вот вы должны нам подчиняться и выполнять свой функт. Вот задача, которую нужно поставить. Вот это значит первая смена, она решает после трех. Этот вопрос. С трех часов решила, провела. Если надо кого-то оставить, ну это уже порядка там уже отдельных единиц. А вот вторая смена, она после того, как закончат 21, 21, 30. Вторая смена проводит собрание всех, значит, рассматривает итоги забастовки, члены забастковки там будут присутствовать и проводить это собрание, выбирают забастковые эти смены, которые будут ее деятельность регулировать, именно эти смены, и после этого она проводит еще один рейд, также по территории, по отделам, и с точки зрения охраны имущества, и с точки зрения поддержания порядка. и дисциплины. Смотрит, что все было в порядке, потому что в рабочее время все работает, а тут сейчас будет остановлен между 21 часом и 24 часами некий перерыв, перерыв, чтобы в этот перерыв лишних людей не было, вот, чтобы то, что надо было закрыто, что надо было открыто, вот, и вообще, если узнать, что есть, чего нет, чтобы это открыто, чтобы было понятно, за что отвечает забастковый. половина 12-го, 23-30, собирается третья смена на митинг, митинг, потому что, ну, за 10-15 минут снова повторили, сказали, ваша задача третья смена, какая самая главная задача третья смена? какая главная задача третья смена? домой уйти в 6 часов, утра, домой уйти, кто не уйдет домой в 6 часов, ребрекер. так понимать надо забастовку, но как забастовку, частичное прекращение работы на 2 часа в смену, значит, если вы, вот уже тут первая смена выполнена, а вы пришли тут для животных, там, наверное, спали дома, сейчас вы не будете спать, так вы и не разгоняйтесь, вот, 6 часов, чтобы вас тут не было, а мы придем, проверим, накажем тех, кто работал после 6 часов, потому что те, кто будут работать после 6-7, все, ну, а как вы думаете, в первой разограде восстановилось 8 часов, работа, когда появился 8-часовой рабочий день, скажите, пожалуйста, когда? после октябрьской революции или после февральской? после октябрьской. Долан, Дональдс, читайте историю, после февральской, ну, кто думаете, приходили, пружразили, говорят, давайте, товарищи, работать 8 часов, а до этого срок был 11,5 часов, по закону 1997 года, 1897 года, просто рабочие решили, будем работать 8, и все, это называется введение 8-часового рабочего дня в явочном порядке, 8 часов отработали, и все, в следующий раз вы договоритесь, как у нас лекция полтора часа, а вы, как закончится, час 20, встаете и уходите, что я делаю? ну, что я делаю? подумают сами, что, жаловаться пойду? ну, как бы сказать, преподаватель пойдет жаловаться, значит, у вас такой преподаватель, что вы не будете студентов организовать, значит, мяч у вас надо из преподавателей, все, все, пустое здесь жаловаться, как вот, представьте, все эти рабочие, петрограды, взяли и стали 8 часов работать, что с ними делать, после октября, после февральской, все с бантами ходят в буржуазеи, с красными, ну, так мы с бантами, с красными, а мы, вот теперь 8 часов, пришли в очевидке, что они должны были делать? они, запиксировали это декретом о 8-мичасовом рабочем дне, потому что в других городах, в других местах некоторые до этого не додумались, вот, чтобы для тех, кто не додумались, вот, им 8-мичасовой рабочий день, а для тех, кто надумались, само собой, рабочий день, 8-мичасовой, так и здесь, что еще нужно обсуждать на этих собраниях? Еще стоит больной вопрос, потому что при переходе к 6-часовому рабочему дню, как у нас планируется вот этот вопрос, в том видео, о котором я рассказывал, у нас вздельщики практически выйдут на тот же самый режим, если они будут быстрее работать, более интенсивно, а по временщике они, значит, соответственно, вместо возьмем будут работать 6 и будут получать 6 восьмых зарплаты, правильно понимаете? 6 восьмых. Поэтому, значит, необходимо, во-первых, требование о повышении зарплаты по временщику поставить заранее при переходе к 6-часовому рабочему дню. это должно быть раньше, мы должны это учесть еще в требовании забастовочных, а здесь мы должны добиваться в первую очередь. И самое главное, что я должен вам сказать, есть непреложный закон, записанный, вот эта норма, записанная в трудовой области, что во время забастовки должны продолжаться переговоры между работниками и работодателями. Поэтому как раз вот у нас есть времечка у первой смены, они вот отработали, перекусили, провели эти митинги, одни пошли охрану и порядок соблюдать, а другие пошли на переговоры с работодателем. Ну как, ничего не придумали вы? Ну хорошо, тогда до завтра. То есть каждый день можно с ними встречаться и каждый раз спрашивать, как самочувствие, как было. Нам уже нравится так работать, а вам как? Давайте, ну вы не хотели же, мы же вам требовали выставить, вы не хотели так, ну вот, теперь вот давайте решать. Если не будет завоставочный комитет такие действия предпринимать, он может быть обвинен в том, что он не выполняет закон, что он, так сказать, уклоняется, поэтому наоборот должен приходить и всегда предлагать беседовать дальше. Скажем, создать комиссию, которая называется согласительной, и в этой согласительной комиссии регулярно проводятся встречи. Я думаю, что раз в неделю до ста, то есть, не обязательно каждый день, правда? Ну это какая-то регулярно должна быть. Неделька прошла, скажем, ну как? Затем спрашивает, сколько вы будете работать? Да, мы всегда будем так работать. А если вы, ну у нас по требованию, вы знаете, все равно 6 часов рабочий день, но только мы другое там снимаем, но управлять уже будет не завоставочный комитет, после завоставки, когда она закончится, у нас будет 6 часов рабочий день, но управлять будете вы, а пока управляем мы. Может вам нравится, когда мы управляем, ну пожалуйста, мы не против. То есть, ситуация допустима по закону, когда управляют предприятием работники. Допустимо. Но прибыль уходит все равно работодатель. Гражданин тоже хорошо, а ты управляешь, а мы в мешки деньги складываем. Это же не плохо, правда? Вот такая интересная картина. Надо сказать, что это вопросы мало изученные, слабые люди, историки изучали, конфликтологов таких ведь не было, в принципе, такого не было, специальности, это новая специальность. Ну, историки, как изучают, было бы, было бы, еще. А вы уже какие вопросы? Ну вот на этом еще я добавлю. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok